Музыка Привитоса Амигос, заметили как мало в рандоме китайских танков, как мало людей повелось на эту ветку и кинулось все прокачивать практически никто. Ясное дело почему, потому что китайская ветка говно, она убьет вашу статую, сделав ее просто унизительной, вместе со статуей убьет ваши нервы, потому что все танки картонные, половина пушка вообще вниз не опускается и в целом и в общем, то есть ветка вообще не стоит прокачивать, потому что даже, во-первых, девятой машины еще нету и неизвестно что там будет, а восьмерка, ну вообще никакущая, примерно как, наверное, как Т-80, очень дырявая. Вот, и что хочу сказать по тому поводу, хорошо, когда в игре много машин, но только в том случае, когда эти машины конкурентно, конкурентоспособны, конкурируют друг с другом, когда у каждой есть какие-то свои стильные стороны. С кем и в чем конкурируют китайцы, я вообще не понял. Вот я до шестерки докачался и просто уже пухну с этой ветки. Да, конечно, найдутся люди, которые скажут, что китайцы это зашибись, что они там машины второй линии, удачи, пацаны, здоровья. А я буду в это время мочить вас на какой-нибудь непробиваемой риете и апать себе стату на халяву. Вот, короче, значит, а к чему это все вел? К тому, что сейчас в этом видео речь пойдет о Type 85-2M. Это самый, наверное, достойный китайцы из всех китайцев, в смысле китайских танков в игре, не из китайцев на планете, потому что их там 2 миллиарда. Возможно, среди них есть вообще там суперлюди, не знаю. Вот, и я просто предупреждаю вас на тот случай, если вы посмотрите видео и подумаете, что, ммм, а возможно, китайцев стоит прокачать, возможно, они не так плохи. Это очень-очень плохая идея. Если будете качать китайцев, то делайте это, скажите мне, на свой страх и риск. Я, в свою очередь, не рекомендую. Боже, они наконец-то убрали темноту из ствола. Они заметили, что я в каждый ствол заглядываю и сделали... Нет. Ну, хоть китайцу ствол сделали. Вот, в общем, что можно сказать по поводу этой машины? Очень бронированная машина. Как ни странно, у нее довольно неплохо опускается ствол. Да, я не буду говорить там сколько градусов. Это, по-моему, никому ни о чем не говорит. Просто поверьте, что вниз ствол у этого танка опускается. По сравнению с остальными не так отлично, как у семейства американцев, но, в принципе, годно. Башня у него, значит, не пробивается. Ну, хотя птуры, собственно, в щеки щей... Прикольное словосочетание, да? Щеки щей. Вот в щеки щей птуры заходят. Ну, птуры, по-моему, вообще куда угодно этой машине заходят. Если только в гусеницу попадет, тогда не задамажит. Ну, возможно, еще верхний лист. Ну, я вижу просто, что мне по башне птурами кидают. Значит, заходит. Сам я стрелять в такого китайца птурами не пробовал. Вот, значит, пробивается он в нижний лист, вернее, самую нижнюю часть нижнего листа. В том числе, как я понял, еще и в гусеницу эту. Она брони, походу, не добавляет. Либо добавляет, но мало. Короче, снаряды заходят нормальненько. Ну, правда, самый нижний лист. Который вроде как, типа, можно прятать. Но танк настолько приземистый и низкий, что за четырьмя камнями из пяти вы спрячетесь полностью. Вы встанете за камень и сами стрелять оттуда не сможете. То есть, это надо где-то найти такую... Он даже из-за машины, из-за легковой, по-моему, стрелять не может из-за того, что он такой весь низкий. То есть, даже вот саводчик наш немножко повыше получается. Вот. Ну, и, естественно, пробивается в район оптики мехвода. Там тоже какие-то пиксели надо выцелить. Но в клинче, в общем-то, учитывая, что большинство его противников немножко повыше, ну, как сказать, немножко, на дохрена повыше, с близкого расстояния могут и поднакинуть. Движок. По поводу движка. Значит, танк разгоняется медленно, целых восемь секундный. Скорость максимально тоже говно, но при этом движок, походу, у него мощевый, потому что, возможно, мне только показалось, но в гору он прет очень хорошо. Он в гору прет, как Е5 из картошки. Когда его только ввели, да, американцы, там, американские тяжи, в чем их была там особенность, в моих глазах, тем, что они были медленные, но в горку шли очень хорошо. То есть, они довольно бодро набирали скорость и уверенно ее держали. Вот здесь что-то такое же ощущение. Возможно, мне кажется, я не знаю. По поводу оборудования я стараюсь всегда держать паритет, скажем так, между скоростью прицеливания и разбросом. То есть, совсем-совсем точный танк с хреновым временем прицеливания мне не нужен. Тут быстрое прицеливание, но касать точность мне тоже не нужна, поэтому я поставил в итоге оборудование. Стабилизаторы and усиленный затвор. Перезарядка у меня спустилась, по-моему, с 8 секунд. Да, или сколько там у него в стоковой комплектации перезарядка. Блин, жалко, они теперь синхронизировали таблицы. Раньше тут стоковая стата оставалась, а справа менялась, по-моему. Все ничего не путают. Вот, по-моему, перезарядка. То есть, ну, вы, если будете прокачивать танк, вы посмотрите на стоковую перезарядку. По-моему, затачивать его на перезарядку – это полная фуфлоу, четое, что у него нет отдельного заряжающего. Поэтому, если бы была возможность забесплатно переиграть оборудование, да, у меня просто денег нету, я бы подумал и, ну, просто мне лень заходить на пресс-аккаунт и там все это репетировать. Я вот такой ленивый. Плюс я его на стриме купил, поэтому у меня просто не было времени. Если бы дали переиграть, я бы поставил, пожалуй, вот магнитный привод. И хромированный канал ствола, что дало бы в сумме 8% к дамагу вместо каких-то копеек к перезарядке. Вот, а 8%, ну, почти что 10%, ну, около 35 урона за выстрел вы бы наносили больше в среднем. Вот, к амулем еще больше, естественно. Не знаю, насколько это будет выгодно, надо проверять. По-моему, что так говно, что так говно. Но, на всякий случай, можно так поумничать. Плюс, не у всех еще есть оборудование то, какое надо. Приходится ставить то, какое есть. В этом случае китайцы вообще неиграбельная ветка, но это уже отдельный разговор. Вот, в общем-то, все, что хотелось о нем сказать. Башня у него, башня у него зачетненькая. Это единственное его плюс этой машины. Вот, славет он на редкость, типа, непробиваемым на своем уровне. Ну, потому что он очень низенький и пробивается в самый нижний лист. То есть, в то время, как всяких там леопардов и эксемов, там, он пробивает довольно свободно в нижние листы. То есть, он, как бы, не самый такой бронированный. Он самый маленький, поэтому в его уязвимые зоны труднее всех попасть. Вот вся разница. Вот, а брони там, ну, я не скажу, что там что-то прям такое аномальное. Короче, неуязвимых танков на шестом левеле по-прежнему нет. Главное, знать, куда целится. Ладно, короче, понеслись бои. Ну, воздушная тревога не самая борода, в которой можно было оказаться, скажем так. Мне эта карта выпадает нечасто. Я к ней наиболее снисходительным. Куда больше меня выбешивает реактор, нефтепровод. Ну, и, конечно же, это какого? Местный монастырь, скажем так. Тихая река, по-моему, да? Да, Тихая река. Вообще ужасная карта. Вот, здесь, в принципе, есть пространство для манёвра. Вот надо вот больше вот таких карт делать. Как вот это, как Мирный рубеж. То есть, в Тихой реке, либо ты едешь налево, либо ты едешь направо. И там, и там бои лоб в лоб. Ну, стрёмно. Значит, что сначала... Блин, арта вот хреново, что пытается высветить. Сначала здесь надо поехать пострелять по бортам. Я надеюсь, кто-нибудь их посветит. Если нет, тогда уж разворачиваться и ехать. Дефить низ, куда не поехал практически никто. Ну, команда, видно, состоит у нас из одних ББМок и Тэшек. Их процентов, наверное, 70. В команде, да? Танков меньше. Намного. Угу. Понятно. Вот Чентаврик сейчас будет подсвечивать. Нам светит... Вот, сука, у нас, смотрите, сколько ББМок, да? Две целых в топе. Третья вон внизу. Ну, это не танчик, конечно, типа лёгкий. Но, на самом деле, это ББМка скорее. Никто не поехал высвечивать проезд, да? Куда можно по бортам накидать. Никому это не интересно. Брэдлики вон встали на горку и ждут, кому птурами смогут накидать. Это вот так вот воплощается в жизнь замысел разработчика по поводу разных классов в игре, где каждый класс имеет своё предназначение. А я думаю, что именно так оно и задумывалось. Я не думаю, что кто-то думал о том, что когда игру выпустят, ББМки будут стоять в кустах сзади всех и оттуда ракетами шпиндахорить и больше не будут делать вообще ничего. Но всё свелось именно к этому. Я думаю, что, возможно, на Евросервере такой ситуации нет, потому что европейцы, они всё-таки более порядочные. И у нас же как-то в боевых порядках царит здесь полная анархия. Вот видите, меня засветили. Всё, можно больше тут не стоять. Окей, понятно. Вот второй Брэдлик внизу по карте вижу, куда-то поехал всё-таки, решил поездить. Кстати, кто-то нас на стриме посоветовал увеличить карту, чтобы лучше играть. На самом деле совет настолько умный, что на самом деле надо было написать увеличь карту, нам на стриме плохо видно, где ты стоишь. Поэтому на следующем стриме карта будет вот такой и закрыта веб-камерой. До кучи ко всему. Хотите меня найти и грохнуть, учите карту по местности, а не по этим квадратикам морского боя. Я считаю, что это оптималочка. Или пусть туда донат приходит. Хотя нет, он не так часто закрывает карту. О. Пока я хотел куда-то переехать. Наших обошли. Ну, значит, сейчас и здесь будет чем заняться, когда их послевает нахрен. Да. С таких расстояний не покемперишь при такой-то точности. Да, ёптво. Вот я почему постоянно замечаю такую херню, что танк заканчивает перезаряжаться в ту же самую секунду, в которую враг скрывается за поворотом, там что-нибудь такое. Вот ты думаешь, давай быстрей, быстрей, быстрей. Ни хрена секунды и раньше он не зарядится. Только вот именно тогда, когда уже будет поздно. То ли закон подлости, то ли, блядь, совпадение, то ли это заговор разработчиков, которые не хотят, чтобы у вас получалось играть. Ну, последний вариант, естественно, шуточный. В принципе, дамаг китаец выбивает неплохой. При этом перезаряжается он... Ну, скажем так, на полсекунды дольше перезаряжается у меня 72-й со стоковым оборудованием и наносит на сотку дамага больше. Тоже 72-й со стоковым оборудованием. Но китаец, конечно, более живуч, потому что благодаря форточке мехвода, который не торчит посреди, блядь, корпуса и не примагничивает к себе абсолютно всё, что летит в сторону танка. Не знаю уж, что это за магия советской техники. Акация светить поехала, что ли? Танчик, конечно, бронированный, но никого кроме меня нету. Мне тут, собственно, одному ловить... Одному против толпы очко играет, как сказали в фильме Поджопник, поэтому... Арта, вот нет бы ты сейчас туда свет кидала, и мы бы дружно по нему стреляли. Я даже попрошу. Но у арты, как обычно, какое-то своё, блядь, суперважное занятие. О том, что нас убивать едут, ей вообще неинтересно знать. Вот сюда спускаемся и пытаемся... Видите, вот танк, блядь, какой он низкий. Он настолько низкий, что... Что сейчас ещё по башке снарядом получит, станет ещё ниже. Он настолько низкий, что спустившись, блядь, на 20 сантиметров, да, за горочку, я уже стрелять не могу. А арта у них переехала-то знатно, знатно. Ну, это бой абсолютно сливной. Было с самого начала понятно, когда Брэдли встали, блядь, за кустами. Вместо того, чтобы светить. Вот у них Брэдли, смотрите, возглавляют атаку практически. Наши Брэдли решили дамагу накидывать. Ай, нравится. И арту, естественно, надо первым делом сливать, а не меня. Это я одобряю. Блядь, всё, сзади уже МБТ приехал. Довольно быстро как-то у него это получилось. И Птуром этот МБТ мне ещё и вдул, что самое прикольное. Но в таком неравном бою успел накидать, короче, 3000 дамага. Ну, кто последний дохнет, как правило, тот успевает хоть что-то накидать. Поэтому выгодно не лезть вперёд. Очень уж не хотелось для ББМ-ок врагов подсвечивать. Засеренный остров. На Засеренном острове этот танк тоже отличается от других. Потому что стандартный свой маршрут, то есть по реке, да, заезжать в тыл. Я на этом танке выполнять не могу. Он, сука, тонет. Он тонет там, где все остальные могут проехать. Потому что он, нахер, низенький. То есть даже 72-ка там нормально проезжает, ездя просохнуть. Но китаец начинает тонуть там просто сразу. Не знаю, может быть, китайские солдаты паникёры, потому что они плавать не умеют. Вот. И кричат о затоплении машины. В принципе, там одна башня из воды торчит. Ну, понятно, движок, типа, наверное, водой захлёбывается и труба. Вот. И поэтому на китайца не поиграешь здесь так, как на любом другом танке. Он, опять-таки, в этом плане крайне ограничен. Спасибо Чентауру, что занял дорогу. Тебе на передовую надо срочнее. Тем более, что я... Мне ещё надо показать, да, как китайца. Смотрите. Даже, блядь, я туда ещё не заехал, а он уже тонет. Сейчас утонем! Вот такая борода. Так что будьте осторожны. Даже на мелководье танчик хреново себя ведёт. Ну, благо, что, увы, она немножко завезли. И можно пострелять здесь на изломе. Но, конечно, опасно. Нижний лист вы свой всё равно всем покажете. И вам туда напихают чего-то нехорошего. Конечно, по воде всё-таки схема более рабочая здесь воевать. Но в итоге враги-то нас объехать по воде, я смотрю, пытаются. Умный-умный леопард пытается это исполнить. Так, нападать здесь я не поеду. Потому что по причине, опять же, нижний лист вылезет раньше, чем моя пушка. На показ. Надо как-то... Вот, леопард разрядился. Естественно, снаряд автоматически навёлся на гусеницу. Вот, это... Знаете, есть такие ракеты с теплонаведением. У меня снаряды с гусли наведением. Они распознают в полёте гусеницу и пытаются атаковать её. Кому интересен этот чит, пишите. Я попрошу наложить на ваш аккаунт тоже проклятие, которое висит на моём. Особенно это работает, если стреляете по борзому, как я, не целясь. То есть, вот когда вот так вы приблизитесь, тогда уже игре стыдно вас обманывать, наверное, не знаю. А когда вы из аркадного прицела шмаляете, тогда творить можно всё, что угодно. И непробитие в борт. Ну, на стримах видно, да, как всё это бывает. Когда из аркадного прицела в борт стреляешь, там и рикошет вам напишут, и без эффекта, всё, что захотят. Видите, смотрите, по зелёной сейчас выстрелил из аркадного. Что написали? Нет эффекта. Если бы я из прицела стрелял в то же самое место, я уверен, что такой бороды бы не было. Хотя, возможно, что у меня просто фобии развиваются уже. Мне везде беречатся заговоры. Пошёл, жопа. Попали. Ну, пока только полторы тысячи дамага, помирать ещё рано. Я надеюсь, арта сюда три жизни у танка осталась. Так, теперь надо переместиться к тому леопарду, одновременно обернуться назад и расстрелять того леопарда, который расстался сзади. Чтобы не оказаться между двух огней. Но он заехал за гору тоже. Умные все стали уже, никого не обмудишь. Пора, блин, скилл точить. Раньше так на Кураже нагибалось, теперь не я. Странно, что... Ой, как он его загуслил. Вот в таких ситуациях, чувак, надо было его объезжать и атаковать в борт, я думаю. Молодец, чувак, молодец. Ну, можешь фраг забрать. Получил снаряд в очко. Что, добил хоть? Нет, не добил. А то так рвался, так рвался. А, на медаль идет, смотри, четыре фрага уже. Либо он случайно это подъехал, хотя видел, что я сзади стою. Это просто вот надо, чтобы он его в прицел разглядывал, и то мой ствол в прицел бы влез. Мне кажется, он просто жопой фраг закрыл. Мне кажется, что он хотелось взять именно это. В ПВЕ все так делают, как бы, понимаете? Там, чем больше ты ботов своей жопой закрываешь от союзников, тем больше дамага ты набьешь. Поэтому закрывать врагов привычка ПВЕшников. Да не, я просто ему втащил, короче, и мне стыдно. Я ищу оправдания своему ужасному поступку. Но, чувак, это все-таки, смотри, медаль ты настрелял. МБТ тоже, видимо, медаль хотела. Но не судьба. Я скрысил. Две медали все равно вроде как не дают. Или дают. Я иногда забываю даже сколько здесь. Думаю, на воина 6 фрагов. Думаю, ну, наверное, и в этой игре 6 фрагов надо. А потом раз, союзнику, оказывается, медаль не дал. Не дал пятый фраг добрать. Привычка, хрен ли. Пятью годами выработать. Так, опять мне ни одной медали не дали. Урон две... А, ну да, я же по-своему шмальнул. Ну, около трех тысяч. Я опять третий оказался на этом танке. В принципе, довольно смело на нем танкую. Но впереди меня оказывается кто-то и забирает все мои награды за обнаружение. Вот. Засиренный остров 2,800. Воздушная тревога поражения 2,900. Ну, танк стабилен. Танк стабилен, ничего не скажешь. На доходность не смотрите, потому что это бусты. Вот. Доходность и опыт. То есть, предупреждаю, что не надо думать, что танк фармит хорошо. То найдутся. Найдутся ведь умельцы. Посмотрят, скажут, о, да я его, бля, вкачаю вместо према, буду фармить. А потом мне напишут, а что это он не фармит? А что это ничего тут не привозит? Это кончается он до Волга. Ну, давай уже. Кидай. Давай на песочную для разнообразия. Ой, или на снежную. На снежных что-то давно не играл. Где этот завод в снегах как-то? Сука, еще раз засиренный остров. Спал и видел. Ну, а говорят, что, типа, ну, редко бывает, когда карты идут подряд. Вот это на самом деле, когда карты идут подряд, это одна из причин. Низко онлайна, мне кажется. Потому что я могу раз сыграть на реакторе. Я могу сыграть два раза, но уже нехотя. После третьего боя на реакторе, мне сразу игра резко надоедает, и я выхожу. Вот так. Если три боя подряд на любой карте. У меня есть в чем дело. Поэтому надо программировать так, чтобы карты более очередовались. Нет такого человека, мне кажется, которому нравится играть на одной и той же карте. Даже в имбо-взводе мне скучно становится на одной и той же карте побеждать. Но это неинтересно. Ладно, давайте теперь не поедем в эту сторону. Я, как человек, который исповедует, что только в картохе, когда ты играешь, приходится ездить в одно и то же место в каждом бою. Здесь, типа, в этой игре, считаю, можно ездить в места разные. Вот, давайте теперь пойдем. Давайте, знаете, куда я посередине никогда не воевал? На взлетной полосе. Я как-то все время стараюсь с фланга зайти, с края карты, да, и потом уже в середину выролить. Кому-нибудь в корму или в борт хотя бы. Давайте теперь будем танковать. Типа, по легенде, у китайца же броня. Типа, я даже слышал, что где-то тут можно нихреново на нем тупо постоять. За какой-то хреновиной, где торчит только башня. Вот как арта кинула свет профессионально. Надо запомнить. Правда, я на арте не играл уже давно. Уже очень давно. Вот, последний раз я играл на арте, когда писал видео арта после нерфа. Как бы. Ну, все равно ее качать некуда. Оборудование я выкачал, нахрен вам не нужна. А в очереди стоять неохота. Бесцельно простаивать. Да иди ты нахер со своей, блядь, упрощенной цветовой схемой. Сука, охуела уже по два раза, блядь, это окно выпрыгивает. Вот, пока Windows не переустановил, вообще забыл, что есть такое говно в семерке. Все было настроено и работало как часы. Тока переустановил, опять все говно повылезло. Так, ну что, башенку высунем. Аккуратненько. Охуять. Мне кажется, что полностью была ИТ-шка в кругу моего разброса, но танк каким-то хуем промахнулся умудрился-таки. Это либо дар божий, либо я хуй его знаю, как это расценивать. Но хочу заметить, что я опять стрелял из аркадного прицела. И, естественно, что я тут вообще один, да? Мы так цепочкой, смотрю, на них наступаем, как бы. Так, для острастки тоже втащу. Ну что, высовывайся, будись? Проклятие, ман... Блядь. Он все-таки высунулся. Я не поверил, что кто-то может под подцелющийся танк выехать зачем-то. Попытаться сходу дать плюху. Но ему, походу, это нравится. Смотри, пробил меня кто. А он и пробил. Не знаю куда. Возможно, в щельных вода. В половую. Половая щельных вода. Как он? Тучка G. В принципе, чего? Я занял центральную шишку и ее пытаюсь оборонять. Что, в принципе, смотрите, как классно. И Т-шка его не кроет? Нет, его никто не кроет. Чувак, твоя команда тебя не любит, мне кажется. За что-то. Что он будет делать? А ничего не будет делать. С такого близкого расстояния трудно что-либо выцелить. Отличненько. Там еще 72, но она спит, походу. Либо она что-то не может определиться в этой жизни, что хочет. Очень долго сводится танк, но тут главное не нервничать. И если перенервничаешь, раньше выстрелишь, промахнешься. Главное сводиться полностью, я считаю. Хотя сам же этому правилу и не следую. Но я привык, потому что автоцель, выстрел из аркадного режима, попадание готов. Вот как сейчас. Блядь. Сука, кто скрысил? Ёбаный в рот прям. Блядь, перед выстрелом. Ненавижу, когда так делают. Естественно, про метку целей тут нахуй никто не слышал. Да, в принципе, глупая предъява. Там и в картошке не все пользуются. А там помеченные цели лучше видно. Здесь в чате просто пишут. А там еще и блынкает такая херовина специальная. Не, я на него не поеду. Я манал. Что-то я очкую выезжать нижним листом. Сзади БМП, но она еще где-то там что-то делает, что-то возится. Я бы предпочел немножко пообъехать. И... Блин, даже не знаю. Выйти в тыл тем, кто слева или выйти в тыл тем, кто справа? Нет. Тем, кто справа, с ними и так нормально справляются. Леопард сейчас 72-го начнет урабатывать. А вот слева наши 2 в 3 играют. Отлично. Значит, туда надо ехать. Либо можно арту, кстати, найти. Но арта здесь тоже обычно, кстати, вот здесь за камушком стоит. Дайте-ка кумулятивчик заряжу. Мне кажется... О, пачки. Захват базы. Вот это внезапно. Так, и меня кто-то засветил. Это тоже внезапно. Думаю, китайцы, наверное, назад едут. Если 72-й им на перерез сейчас выйдет, то, возможно, меня даже в очко не разберут. Ну чё, ехать за артой или не ехать? Ехать или не ехать за артой? Вот здесь она обычно стоит, но сейчас её здесь нет. Да, кумулятивом, конечно, пробить мазы не было. 72-й наш сдулся просто моментально. Ну, китайчик шотный. А мерч почти целый. Да, и он зашёл мне в тыл. И китаец начал, блядь, исполнять. Опять нихуя не пробил. Сейчас вообще в самый нижний лист показала красную хуйню к чему-то, блядь. Так, одного слили. Опа, вот и всё. По МК мерч, поэтому очень, блядь, кумулятиво и подозрительно херово работают. Не знаю, с чем это связано, но я его прям кумулями ни хрена не пробиваю. Сейчас хочу тараном его загуслить, а то он, сука, может... Да, таран уже не гуслить никого. Повреждение узла, вы можете поверить в эту херню? Давай кумулятив попробую зарядить. Зато с меня гусля заебись слезла. Ой. Ну что ж, кумулятив сыграл свою роль. Если бы сейчас у меня не был заряжен кумулятив, я бы его убивал на один выстрел дольше. Получил бы в ответ на одну плюху. Возможно, я бы даже раньше сдох, если бы он меня пробил. Он перезаряжается, мне кажется, пободрее, чем моя телега. Кумулятив поэтому вообще грамотно зашёл. Блин, так, надо выезжать. Надо выезжать на 72-го. Нет, нахрен-то 72-го. Надо арту забирать. Потому что арта, я уверен, сейчас стоит и скидает по танкам, во-первых. Во-вторых, её... Ага. Или она меня заберёт. 72-й-то он почти целый, а я шотный. Вот, акацию ещё пишут, да. Акацию и слить попробую. О, всё. Кажись, мы приплыли. У нас варвар, конечно, он целенький, но Брэдли стоит у него за спиной. И я, да, я обернулся и увидел даже, как с него жизнь вылетает. Акация уже переехала просто, я не знаю, куда. Да, нахрен кумулятивы. Да, медалистом мне в бою, походу, не быть. Сейчас я скорее от 72-го уже встречу, чем акацию. Брэдли, я вообще не видел, сколько у него жизней. У меня слайс-шоу, 13 кадров в секунду. Но я всё равно хочу играть в эту игру. Я что-то заговорился и заехал на захват, на самом деле. Показал всем, где я. Можно заставить их ехать сюда, но они и приедут, и меня убьют. Это... Рак-шоу. Троли, обеда, семёрку. Нет, стоять и ждать своей смерти, это отстойно. Я предлагаю перейти к партизанским действиям. Это опасно, конечно. Ага, а вот и... Охуенный выстрел. Господи, блядь, выстрел просто наипиздатиши. У нас на захвате кто, интересно, 72-ка или всё-таки Акация допёрла? Да, в гонке вокруг камня китаец, конечно, не игрок. Я ничего не смогу сделать. С подвижностью Брэдли. Попробуем изъебнуться. Пошёл, вперёд, вперёд! Непонятно, я кинул дымы в бок, а Брэдли пропал. Попали, блядь, но нет пробития, нахуй. Видимо, картонная башня Брэдли отлично, блядь, защищена. Просто прекрасно защищена от бронебойных подкалиберных снарядов. Я просто в ахуе. Фугасов у этого танка нету, птуров, кстати, тоже нету. В этом плане танк уныл, но время до захвата ещё 2 минуты. Зачем-то он показался. Рикошет от пусковой ракетной установки. Прикольно. Я сейчас объеду, попробую акацию, закоцать акацию. Вообще интересно, бой развивается, неправда. Я думаю, что акация развернулась. Акация вроде как должна, но понимать, что я за ней поеду, да? С кумулятивом. Брэдли кумулятивом хер пробьёшь, он там со всех сторон в кафельной плитке. Кого я вижу? А ты косой плавать умеешь? Как они так, блядь, заезжают за эти, сука, камешки ебливые? Что их потом не видно. Хер достанешь. Сейчас Брэдли у меня за спиной, по идее, должен нарисоваться, мне кажется. 72-й решил не захватывать базу. Решил поучаствовать в этом эпичном сражении. Странный парень. Блядь, я опять заехал на грёбанный захват. Всем показал, где я есть. Уже засветили каким-то хером. Вопрос в том, где Брэдли. Брэдли не дождался, не дотерпелся и куда-то слинял. Я думаю, что он где-то у меня за спиной. Блядь, вот ёбаный китайский УВН что делает, а? Тур пошёл. Не дошёл. Блядь. С вертушки выстрелить, блядь, на китайца, это пиздец полный ёбаный на самом деле. Если бы эта мразь попала, ещё шансы были бы. Но, блядь, я повторюсь, что стрельба из аркадного прицела в этой игре, она нахуй просто поражает моё воображение. Потому что танки типа современные. Типа современные танки, блядь, с системой управления огнём, о которой на танках Второй мировой войны, естественно, блядь, никто и не слышал. Однако стреляют они так же криво, как и, блядь, колесницы из картки. Поэтому, блядь, тема ёбаный не раскрыта. Однако на китайца я сумел, блядь, изнасиловать нахуй 6600 урона, набрать, блядь, ведро медалей, в том числе разведчика. Затащить, естественно, не смоглось. Но тут, видите, по причине. То ли скилла не хватило, то ли, блядь, стрельба из аркадного прицела. Говно, ладно, в общем. Конечно же, дело в том, что я рак, поэтому одному против трёх было тяжко. В общем, вот такая вот фигня. Это был единственный достойный представитель китайской ветки. На всех остальных танках ничего подобного у вас сыграть не получится, потому что картонка абсолютнейшая, пробивающаяся в морду вообще всеми, чем только можно. Ну и на этом, в общем-то, всё. Так что что-нибудь там жмите, что-нибудь напишите. Блядь, обида ебаная. Редактор субтитров А.Семкин